Приветствую вас и подобное поведение мужчины обусловлено тем, что он считает, что отвечать вам тем же оружием, что и вы, не несет никакого прогресса, не предусматривает, предполагает какой-либо договоренности и достижение соглашения, потому что мужчина, по-видимому, предпочитает отменьшаться от женщины не только в природном контексте, не только в контексте деятельности, но еще и по выращению своих эмоций. Для мужчины классического, для мужчины традиционного, настоящего, характерно, как сказать-таки, это самое сдерживание, потому что сдерживание отношает контроль, волю, а эти качества в большей степени присущи мужчинам. Понимаете, в чем дело? Мужчина дорожит вам, мужчина дорожит вашими отношениями и понимает, что если он скажет вам то, что ему не нравится, вы это, скорее всего, перенаправите так, что он будет еще больше виноват. Потому что ссор произошла уже, она уже началась, вы начали кричать, вы начали предъявлять какие-то претензии, мужчина уже виноват. Но он не будет еще больше усугублять ситуацию тем, что будет кидать какие-то претензии вам, что не пойдет на пользу вашим отношениям в целом и не пойдет на пользу вашему взаимопониманию, в общем-то говоря. Отдельно хочется сказать, что само по себе поведение является достаточно мудрым, но вот фраза «я бы мог тебе ответить в чем-то не права, но не буду этого делать» она очень-очень двойственна. Дело в том, что мужчина, который говорит так, с одной стороны, конечно, может просто понимать, что женщина никогда не бывает в том положении, чтобы признать свою неправоту. Очень редко женщина признает свою неправоту, и мужчина, мужчина уверенный в себе, мужчина мудрый, он не будет добиваться того, чтобы женщина именно признала свою неправоту. А зачем? Зачем это делать? Если женщина подчеркнует, что она не права, она в следующий раз просто сделает так, как сделал мужчина, как хотел мужчина, и все. И это будет молчалимым подтверждением того, что она приняла позицию мужчины. Но, если добиваться от женщины именно признания, что она не права, то это будет уже, по сути, унижением и разрушением того женского начала, которое есть у каждой женщины. И, возможно, мужчина поступает именно так. С другой стороны, то, что он говорит, очень похоже на завышение себя, за нацеленаправленное повышение собственной ценности в ваших глазах. Типа он не опустится для того, чтобы вам все это объяснить. Держится специально обособленно, чтобы вы мучились в недоумении, чтобы вы гадали, что он там думает, что он хочет и так далее. И это позиция, это утверждение справедлива лишь в том случае, если после ссоры мужчина вам ничего не объясняет. То есть, это нормально, когда именно в ссорах мужчина не хочет разговаривать с вами на одном уровне. Потому что, ну, ничего хорошего из этого не получится. Но, когда ссора прошла, уже логично, если человек скажет о том, что ему не нравится, чего он хочет. Но мужчина, судя по всему, этого не делает. И вот как раз таки данный факт свидетельствует о том, что он может быть поступаем так целенаправленным, чтобы быть выше вас, чтобы вы в большей степени чувствовали себя виноватыми, чтобы вы в большей степени ощущали на себе ответственность за то, что происходит. Но в ссоре всегда виноваты оба человека. И об этом мужчина, конечно, не забывал. Теперь мне бы хотелось рассказать вам о том, почему женщина, ну, вот, почему является унижением для женщины признать свою неправоту. Признание неправоты есть логическое обоснование, есть следствие логического анализа определенных поступков. И это, как вы, наверное, сами догадываетесь, в большей степени предогласива мужчин, чем женщин. Женщина традиционной логикой не пользуется, по крайней мере, в том, что касается глобальных проблем, то есть, прощепрошение, не глобальных проблем, а своих личных проблем. И потому, если женщина вынуждает на такое логическое обоснование, то она, естественно, пользуясь тем, что ей не свойственно, будет проигрываться в этом. Это означает, что мужчина, который целенаправленно приводит женщину к логическим выводам, примится ее унизить. Зачем? Думаю, ответ на этот вопрос ясен, и комментировать его не имеет смысла. В заключении хочется сказать, что мужчина, скорее всего, вот такое возило впечатление у меня, хочет быть в образе человека, который как бы терпит вас. Как бы терпит ваши эссерики, ваши ссоры, может быть. Которые как бы мирятся с ними и выслушиваются с ангельским спокойствием. Но правда заключается в том, что в ссоре виноват всегда оба. Виноват оба человека. И как вы несете ответственность за эту ссору, так и он несет ответственность за то, что она, эта ссора, стала возможной. И у него нет никаких либо серьезных, достаточных оснований для того, чтобы считать себя не виноват. Раз вы какие-то претензии ему предъявляете и говорите о том, что вы хотите, значит, он не удовлетворяет вашему желанию. Это, соответственно, и является результатом, это, соответственно, является причиной ссор. И мужчина ничего не делает для того, видимо, чтобы давнюю ситуацию изменить, чтобы ссоры хотя бы по этим причинам, по которым она началась, не начинались, не было этих ссор. Вы сильно этого не делаете. Почему? Возможно ли потому, что ему выгодно, ему выгодно, чтобы вы кричали, чтобы вы ругались, чтобы вы предъявляли какие-то претензии, а он ничего об этом не делал, чувствуя себя сильным, мужественным, выдержанным и так далее. Но эта позиция чревата тем, что мужчина обманывает себя, так как в действительности он просто дистанцируется от проблем, не желает их решать, а специально использует данные обстоятельства для того, чтобы повысить чувство собственного достоинства у себя и принесить вас, чтобы вы в таком недоумении были и обращались, например, к нам за тем, чтобы разъяснить поведение мужчины. То есть, суммируя все лучше сказанное, однозначно сказать, почему мужчина так себя ведет, нельзя. Но есть два основных момента такого поведения, это позитивный и деструктивный. И, соответственно, вам необходимо, опираясь на знание о мужчине, сделать для себя вывод, о какой именно аспект поведения в вашем случае больше, наиболее вероятен. И, основываясь на этом, уже строить собственное поведение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в кличку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!